Я вот задумалась, Артём, а чем же пахнет снег? Казалось бы, ничем, потому что у воды нет запаха, вроде как. Но даже белый снег наша нервная и обонятельная система определяет по-разному. Подробнее о зимних запахах нам сегодня расскажет наш гость, это парфюмер Николай Ярец. Николай, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Николай. Ну что ж, вроде как снег не пахнет ничем, это мы только что уже вроде как разобрались. А вот чем же пахнет зима, а именно зима 2022-го? Вы знаете, для меня зима 2022-го начала пахнуть такой лёгкостью, если вы понимаете о чём я. Это такие озоновые лёгкие аккорды, это ель, естественно, да, это такие запахи мандарин, которые наполняют радостью. И желанием написать какие-то пожелания себе же в Новый год и так далее. То есть вот таким настроением, позитивом. Так, есть ли среди ароматов селёдка под шубой? Оливьешка? Вы знаете, вот оливьешка, наверное, да. Когда готовят оливье, мы слышим запахи этого блюда и понимаем, что скоро Новый год. Либо уже случился этот праздник. Поэтому, конечно же, зима ассоциируется с Новым годом, а с Новым годом ассоциируются такие запахи, как ель, мандарины, удовольствие, шоколад и так далее. Но это если мы говорим просто об ароматах. Если мы говорим о парфюме, чем пахнет парфюм 2022-го? Вы знаете, год только начался, и такой вопрос интересный. Он не сложный, он достаточно экспериментальный. Потому что если мы говорим про разделение ароматов на времена года, я вам не отвечу на этот вопрос. Почему? Потому что я считаю, что лишать себя удовольствия в запахах зимой и летом – это неправильно. И разделение ароматов на времена года – это категорически неверная классификация. Летнего, летнего, а можно в любом. Нет, нет. Ну, это мое субъективное мнение. На этот счет я разделяю ароматы на эмоциональное состояние человека. Вот. То есть вы не разделяете на времена года, но разделяете. Как часто вы вообще меняете парфюм? На день по несколько раз может такое происходить, да. То есть… Разными? Да, да. О-о-о! Смотрите, те, кто разрабатывает запахи, парфюмеры, технологи, они же тоже думают о том, что человек меняет свой образ, снимает там пиджак, одевает спортивную одежду, либо кэжуал более там, меняет образ. Образом меняется и запах. Запах можно менять и не бояться, что он будет наслаиваться друг на друга, если у вас есть разные классификации запахов. То есть это либо духи, либо парфюмерно, либо туалетная вода. В зависимости от того, что у вас есть, так часто вы можете менять аромат. Потому что у каждой классификации есть своя стойкость запаха, которая позволяет часто менять образы. Ну, а это вы как профессионал, как специалист в этом деле. А как вы считаете, вот обычному человеку нужно ли так часто менять парфюм? В зависимости от того, что хочет получить человек от аромата в течение дня. Если это просто офисный работник, конечно, мы можем наносить аромат… Раз в месяц. Такой постоянный рабочий запах на каждый день. Но если вы хотите, идете и думаете, что-то у меня маленькая зарплата. Вот год работали, говорит, маленькая зарплата, надо идти требовать повышения заработной платы. И вы придете с этим же ароматом, с которым ходили целый год, у вас ничего не получится. А если вы сделаете себе образ другой, не такой, как вас привыкли видеть в офисе, и нанесете под этот образ более строгий деловой аромат, и придет с точки требования, то у вас все получится. Вот как раз-таки у меня тут назрел вопрос. Строгий аромат. Сколько раз, Николай, вот расскажите нам, нужно нажимать на дозатор на парфюме? Потому что, знаете, вот иногда идешь и вот прям чувствуешь, о, новый парфюм. Но я бы этому человеку повышения, допустим, не одобрила бы. Это уже, знаете, называется парфюмерная грамотность. Есть люди, которые начинают обливаться ароматом, потому что им этот аромат очень нравится. Они вот просто летают в этом зарплата. Сколько пшикать? Вот понимаете, вот пшикать и наносить разные, не надо так говорить. Тогда пшикать или не наносить? Наносить. Наносить. Нажатие. До четырех нажатий максимум. Максимум до четырех нажатий на пульверизатор. Нет парфюмерных композиций и там летних, и зимних. Хорошо. А отличаются ли места нанесения аромата в зависимости от сезона? Больше не от сезона, а от ситуации. Опять же, если вы идете на переговоры, вы можете нанести на запястье. Вы встретились, поздоровались. Ваш запах передается собеседнику. И уже непосредственно аромат остается на человеке. Вы о чем-то поговорили, договорились. Он запомнил вас только по запаху и о том, о чем вы договорились. Если вы идете на работу, обычно каждый день, стабильный такой денек, вы наносите сюда, вперед. Таким образом, он попадает на кожу, попадает на одежду. Аромат спокойно витает вокруг вас и никого больше не напрягает. Если вы идете и хотите создать себе шлейф, вы можете нанести вперед и на затылок. Сзади на части. Девушка прикрылась волосами, прической. У мужчин просто сзади стоит этот запах. И когда вы проходите мимо, создается очень интересный, элегантный шлейф. Смотрите, ну а как вы относитесь? Вот у меня есть близкие люди, которые не одно десятилетие пользуются одним и тем же парфюмом. Они не готовы его менять. И это уже... Это не потому, что они не любят другие парфюмы, а потому что они считают, что вот этот конкретный парфюм, это уже не просто часть их образа, а это часть их характера. Как вы к такому относитесь? Прекрасно. Отношусь прекрасно. Все-таки можно? Конечно. Когда у человека есть любимый аромат, это значит то, что он полюбил однажды в жизни. И, возможно, человек ищет, и у него есть еще что-то дополнительное, он пополняет свою коллекцию и так далее, то есть развивается в этом направлении. А если у человека один аромат, и он претендрально не хочет ничего дополнительного нового к себе привлекать, то, скорее всего, и в жизни у этого человека тоже особо немного каких-то изменений и перемен. Хорошо. Ну и финальный вопрос, Николай. Давайте не забывать о том, что завтра у нас многие будут праздновать православное Рождество, и, возможно, кто-то захочет подарить своему близкому человеку духи. Все-таки, какие правила по выбору вы бы посоветовали? Потому что, ну, очень это сложно, выбрать духи человеку. Согласен с вами. В этом случае есть два лайфхака. Значит, первый. Если девушка дарит такой подарок мужчине, ей проще. Девушки лучше чувствуют запахи и знают, чем должен пахнуть их мужчина. А если делает подарок такой парень девушке и не разбирается особо в запахах, то лучше купите подарочный сертификат. Вот. Прекрасно. То есть вы даже не... нет таких правил, согласно которым можно выбрать конкретно человеку аромат. Смотрите, это очень эмоциональная вещь в парфюмерии. Если мы попадем не в нужную ситуацию, не в нужную эмоцию с этим ароматом, у человека этот аромат, хороший, дорогой, будет ассоциируется как с негативом каким-то. Поэтому я сторонник того, чтобы парни дарили девушкам лучше подарочные сертификаты на ароматы, а лучше на разработку своего аромата. Ооо. Да. Вот это совсем уже необычно. Класс. В общем, парни, запомните, если покупает вам девушка подарок, она покупает то, что ей нравится. Покупаете вы, вы все равно покупаете то, что ей нравится. Поэтому... Согласно специалисту, это работает именно так. Как-то так. Друзья, я напомню, что сегодня о новогодних ароматах и не только нам рассказывал парфюмер Николай Ярис. Николай, спасибо вам и с наступающим Рождеством. И вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok